В прямом эфире Самара Гис продолжается праздничный телемарафон. Мы по-прежнему ждем от вас звонков, по-прежнему ждем ваших историй. Просим вас присылать фотографии ваших родственников, которые трудились в годы войны в тыловом Куйбышеве, которые ковали здесь победу. Обязательно покажем эти фотографии в прямом эфире, расскажем эти истории. Давайте все вместе вспомним подвиг куйбышевцев. И в этот праздничный день к нам в гости пришла Наталья Носова, актриса и директор театра Самарская площадь. Наталья Юрьевна, здравствуйте. С праздником вас. С праздником. С великой победой. В такой день я понимаю, что хочется провести его в кругу семьи, отметить этот праздник, как вы пришли к нам. Я знаю, что у вас есть личная история, что вы принимаете участие в акции «Бессмертный полк». Ваши родственники имеют непосредственное отношение к Великой Отечественной войне. Расскажите, пожалуйста. Да, к Великой Отечественной войне, в принципе, все и старшее, и более старшее поколение моей семьи имеет прямое отношение. Дед мой воевал, он ушел в первые дни войны в 1941 году, ему было 34 года, было уже четверо детей. Папа мой старший и три еще младшие сестренки. Он ушел в первый год, в первые дни войны, вернулся уже после войны в 1948 году. Слава Богу, слушайте, такая длинная история. Сама по себе история непростая, и только в этом году мне удалось. Каждый год я пробовала, вот когда начали рассекречивать все документы и в архивах. И только сегодня, в этом году, ну да, буквально на днях, в прошлом году еще не было этой информации. Появилась информация, я знала, что он был в плену. Вот он попал в плен, был ранен и попал в плен под Орджицей. То есть это Украина, это вот там, где была страшнейшая мясорубка. Это какой год? Это 41-й год. Это практически начало войны. Он был ранен и успел прочитать про Орджицу уже, то, что наши отступали и даже не могли забирать с собой раненых. Они об этом селеграфировали, что отступаем. Ну, какое-то было страшное кольцо, какая-то очень такая серьезная ситуация. И вот в этом году мне удалось узнать, где. Но, тем не менее, он вернулся домой. Он вернулся домой, он награжден двумя медалями в 50-х годах. Вы узнали, что он попал в плен. Он сам об этом рассказывал или позже вы уже об этом узнали? Нет, он не рассказывал. Я знала это от мамы, я знала это от бабушки. Хотя мы жили вместе, но дед вообще не рассказывал про войну. Ну, наверное, как многие. Конечно, потому что те годы многим было очень сложно вспоминать. Он вернулся в 70-м году. То есть я пошла в первый класс, когда он умер. То есть все это время он потом прожил в Куйбышеве, он работал. То есть вот такая история с дедом. А бабушка, которую я еще хочу, кстати, докопать до конца, потому что раз раскрылись, мне хочется понять, что уже было там до 48-го года, как все это происходило. Пока это для меня неизвестно, но сейчас я уже вошла в азарт, потому что раньше вообще просто была, ну, недоступна никакая информация. А сейчас уже появилась ниточка, из них можно потянуть. А он ведь вернулся не сразу после войны, да? В 48-м году. В 49-м году они с бабушкой родили еще одну дочь. Да, уже будучи совсем взрослыми людьми. При этом я знаю, что когда он воевал, его сын, ваш отец, он ведь работал в это время, будучи совсем еще ребенком. Да, вот я и хотела рассказать. Ну, во-первых, еще хотелось бы о бабушке, да? Потому что мы все время говорим, вот деды наши воевали, но многие бабушки воевали. Бабушка у меня не воевала. Вот она с четырьмя детьми, осталась одна. Старший – это мой как раз отец Юрий Михайлович Носов. И вот он учился в ремесленном училище. И с 11 лет они стояли у станка. Они стояли у станка и делали запчасти, я так понимаю, «Катюши». Здесь, в Куйбышеве. Здесь, в Куйбышеве, да. Вот если на безымянке у нас это самолеты, то станкостроительный завод – это один из первых заводов у нас в Куйбышеве, который перестроил свое производство под оборонку. И они там, мальчишки, ну, естественно, с наставниками, они делали вот какие-то детали для «Катюши». Наталья Юрьевна, вот… А он был, я так понимаю, еще и деньги, наверное, получал какие-то за это, да? Да, он был единственным практически кормильцем семьи, потому что у бабушки было трое еще маленьких сестренок. Это мало-мало-меньше буквально. Вот, хотя она тоже бегала подрабатывать, это она рассказывала. У нас там вот на Куйбышевской, где Кирха, там была художественная галерея. Во время войны она работала. Вот, вот она бегала туда по утрам убираться. Вот, потому что… Из-за дочерей ее была совсем еще маленькой, она не могла куда-то пойти вот работать на полный день. Вот. И практически единственным кормильцем был 11-летний мой отец. Это вторая история, которую мы сегодня вот подобную знаем, то есть когда в 11 лет мальчик кормит семью. То есть кормит младших братьев, сестер, становится кормильцем, становится мужчиной. Ну, вот слишком рано, но, увы, так. Да. Наталья Юрьевна, вот вы интересную вещь сейчас сказали. Вы раскопали историю вашего дедушки. Для вас это очень важно. Я сейчас вижу вот… У вас слезы на глазах, да. Вы раскопали историю о вашей бабушке. А вам это вообще зачем? Вот зачем вы тратите время, силы, деньги, наверное? Потому что, ну, просто так это очень сложно сделать. Время сейчас тоже деньги, к сожалению, мы знаем. Вот для чего вам это? Вы знаете, когда мы были детьми, и потом подростками, и потом уже взрослыми, но молодыми людьми, и можно было ведь спросить, и ведь можно было расспросить, мы этого не сделали. А вот так вот, то есть вы чувствуете внутренний долг? Далья Юрьевна, я не могу, ваши слезы. Мне подсказывают, что у нас есть звонок от телезрителей. Давайте послушаем еще одну историю. Вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина Вениаминовна Прянишникова. Ирина Вениаминовна, с праздником вас. Спасибо и вас тоже. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Я вот послала вам историю моей мамы и папы, друженики тыла. Они были очень молодые в это время и познакомились с Куйбышевым. Папа был эвакуирован из Харькова, и тут они познакомились. Трудились они на предприятии, сейчас вам сказать, безымянской ТЭЦ. Это обеспечивали они энергией и город, и предприятия обороны. Вы знаете, вот по их рассказам, я вообще с детства всем этим очень интересовалась. И все время их как-то это самое терзало, чтобы они мне что-нибудь рассказывали. И по их рассказам я запомнила и до сих пор вспоминаю с удовольствием, что все-таки, конечно, война войной, а молодость никто не отменял. Они были такие интересные. Вот старые фотографии, когда я перебираю, у них такие горящие глаза. Папа до этого был в детдоме, это было связано с историей его отца. В 1937 году его забрали, потом забрали его маму, а его с братом отдали в детдом. Но в 1939-м бабушку отпустили, и она их забрала. Старший его брат ушел на фронт, а он вместе с бабушкой был эвакуирован из Харькова в 1942 году в Куйбышев. И вот он в детдоме научился играть на трубе. И всю жизнь он играл на трубе, играл великолепно, потому что у него был абсолютный музыкальный слух. А мама пела. Они ходили во время войны, они работали по 12-13 часов. И при этом находили время еще для художественной самодеятельности. Да, да. И они этим занимались удовольствием. Мама великолепно пела, просто великолепно. Если бы не война, я говорю, она бы стала певицей, равной Гарине Вишневской. Ой, какая удивительная история. Смотри на их молодые. Да? Да. Очень интересная, очень удивительная история. Спасибо большое, Ирина Вениаминовна, что вы нам это рассказываете. А фотографии у ваших родственников сохранились? Пришлите их, пожалуйста, нам очень нужно. Я позвала. Вы прислали нам? Вы прислали. Большое спасибо. Значит, мы обязательно их покажем. Значит, покажем. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо за этот прекрасный проект. С праздником еще раз. И вас праздником. С праздником. С великой победой. Спасибо. Столько сегодня мы слышим историй, которые в чем-то схожи, в чем-то совершенно уникальны, потому что речь идет о судьбах людей. И вот я смотрю сейчас у вас, Наталья Юрьевна, и у вас по-прежнему слезы на глазах. Нам не положено, как ведущим, эти слезы, но в этот день, наверное, это какое-то нужно сделать исключение. Спасибо, что вы тоже к нам пришли. Спасибо, что поделились этими эмоциями. Я надеюсь, что у вас все получится. И вы узнаете всю историю до конца, чтобы в ней не остались никаких секретов. Я думаю, да, что у меня все получится. Я хотела еще рассказать о истории, ну, прям совсем коротко. Да можно не коротко. Можно не коротко, да. На самом деле сейчас цельный марафон, поэтому говорите вот просто то, что вы хотите сказать. Историю, которую я тоже знаю из первых уст, это Борис Федорович Дробышев, это отец моего супруга, он был чуть постарше, чем мой папа. И они, конечно же, уже хотели на фронт. Они хотели на фронт, они пришли и сказали, мы хотим на фронт. И мы говорим, ребята, а кем вы хотите на фронт, кем хотите? Мы хотим летчиками быть. Они говорят, отлично, поступайте в авиационный техникум. То есть их так свернули, очень разумно, как я сейчас понимаю. Они, конечно, наводящие вопросы, а мы там сможем полетать? Конечно, вы хорошо изучите самолеты. Вы будете знать, как они. Поступайте всех. Сначала учитесь. Да, но сначала надо выучиться. И вы еще успеете. Если война будет, вы еще успеете полетать. Уже когда поступили, они, конечно, поняли, что это к летчикам не имеет отношения, ну, прямое отношение к авиации, к самолетам, да. И потом вот всю жизнь он как-то закончил сначала техникум, потом поступил в авиационный институт на вечерний, и уже работал на заводе, и работал там, и начальник цеха, и так далее, и так далее. Потом, правда, он ушел по партийной линии, да, и, как в старшее поколение помнит, дошел до первого секретаря горком партии. Но вот авиационный техникум сделал ему вот такой. Сделал ему хороший старт. Летчиком не стал, но жизнь интересную прожил. Интересную, да. Наталья Юрьевна, а вот у вас наверняка же есть тогда традиции в семье, вот, судя по всему, вспоминать ваших родственников, ваших предков. Как вообще вы это делаете? Вот как это принято? А вы знаете, к сожалению, вот пока было еще старшее поколение, мы действительно собирались, и нас собирали, и мы вспоминали. А сейчас мы остались старшими. Вот я, Евгений Борисович, мы остались старшими в семье, поэтому чувствуем на себе такую ответственность. Вот отсюда. Да, такую ответственность, что да, нужно продолжать собираться, нужно продолжать собираться с детьми, с внуками, с племянниками. Я вот как только нашла историю деда, я сразу начала рассылать всем родственникам по разным городам, вот племянницы послала. То есть вы рассказываете, вы ведете просветительскую работу такую внутрисемейную, внутриклановую такую. Да, и одна тетка, вот старшая, ну, младшая сестра моего отца, она осталась жива, одна единственная, вот, я тоже ей позвонила, сказала, она говорит, ты знаешь, я, наверное, вот так долго живу одна, потому что как только была возможность, меня мама, это моя бабушка, отправила в Казахстан к бабушке. Она говорит, я там, в общем-то, хорошо питалась, поэтому, наверное, вот они все ушли, а я живу. По-прежнему еще с нами. Да. Что бы вы пожелали вот сейчас, в этот день, и вообще жителям Куйбышева, и что бы вы пожелали, вы знаете, вот молодому поколению, наверное, по поводу сохранения памяти? Я бы, наверное, пожелала, чтобы они не совершили наши ошибки, потому что вот не я одна, я же разговариваю с ровесниками, мы действительно упустили многое, мы не расспросили, когда были еще живы бабушки и дедушки, когда были живы родители, мы очень мало об этом говорили. Ну, они-то, понятно, после военные годы они старались, наверное, забыть, а мы очень мало интересовались этим, даже уже будучи достаточно взрослыми. Поэтому вот не надо повторять нашу ошибку, нужно расспрашивать, нужно, пока то, что помню, может быть, мы, нужно копать архивы, нужно копать истории, если некому уже рассказать, и нужно обязательно эту память сохранить. И вот дружники тыла, которыми являются наши родители, потому что мама, допустим, она не училась в ремесле, она не работала, но они собирали вот те самые бутылки, сдавали, которые наполняли какой-то вот этой жидкостью, противотанковые делали, там вот эти вот, да. То есть все равно все работали на фронт. И никогда они нам не говорили, вот в новроучительном тоне таком, что вот мы ваши годы, там вот то-то, то-то. Нет, для них это было само собой разумеющееся. Была война, и было так надо. Всем было трудно. Всем было трудно, они говорили, всем было трудно. Поэтому вот их подвиг в тылу, их подвиг, это тоже очень дорого стоит, это нужно беречь, об этом нужно говорить, об этом нужно говорить нашим детям, нашим внукам, и этим нужно гордиться. И нужно ценить тех, кто рядом с нами, пока они есть. Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна, что вы к нам пришли. С праздником вас Великой Победы. Спасибо вам за этот проект. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok